Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». С нами сегодня аналитик компании FIBA Group Михаил Хлистунов. Михаил, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги трейдеры! В серийной неделе мы с вами, как обычно, рассматриваем все основные события. У нас в центре внимания сильная нефть на фоне грозных твитов Трампа о том, что нужно наказать Иран, Иран, Ирак, Иран, Иран нужно наказать. Дальше второй день подряд доллар у нас крепкий, в частности, говорят из-за того, что будут опубликованы сегодня протоколы свидания ФРС. Если брать полностью по рынку какой-то такой средний срез, то видно, что экономика, мировая экономика замедляется. Вот, например, по Европе были прогнозы, то, что замедлились она, прогнозы, прогнозы замедлений были 3,3, рост экономики стал 3,2%. Вот такая получается очень смешанная динамика. Лично мое мнение, что вот эти вот десятые доли процента в прогнозах, они ни о чем не говорят и говорят о том, что на рынках затишься. Ну, собственно, давайте придерживаться такой же идеи, потому что у нас как бы уже май подходит к концу. А май – это, как есть американская поговорка, sell in May and go away. То есть продай в мае и уходи с рынка. То есть все думают о тихой гавани. И тихая гавань на текущий момент – это, конечно же, российский фондовый рынок. Если обратили внимание, то дивидендные стратегии сейчас очень-очень популярны. И, в частности, на этой неделе эпичный рост «Газпрома» продолжился выше 200 рублей за акцию. На фоне того, что совет директора все-таки утвердил повышенные дивиденды. Вот. Считаю, что текущая стоимость российских акций на российском фондовом рынке, в частности, по «Газпрому», она переоценена. То есть акция «Газпрома» переоценена и нужно ее скидывать. Ну, это мое личное мнение. Вот. Лично я скинул. Дальше, если мы поговорим о рынке Forex, то есть напоминаю, что группа компаний FIMO специализируется, в первую очередь, на представлении доступа выгодных торгов на рынке Forex, то есть это валютные пары. Мы с вами, собственно, и рассмотрим мажоры, то есть основные валютные пары и целевые валютные пары в свете тех драйверов, которые есть в рамках этой недели. Значит, драйвер, ближайший драйвер у нас сегодня – это публикация данных по… из Канады через 25 минут базовый индекс розничных продаж может оказать влияние, но очень-очень сомнительно. Далее у нас завтра публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, то есть просто публикует бумажку, в которой будет написано, о чем они говорили в месяце предыдущем. Из каких-то значимых таких, чтобы прям мощных драйверов на этой неделе, ну, я лично не вижу. Ну, то есть, ну, такой, знаете, такая, в кавычках, техничная неделя на фоне крепкого доллара. Ну, и давайте по порядку, начиная с валютной пары евро-доллар, мы с вами осуществим разметку графиков, ну, и, собственно, приступим к поиску точек входа. В частности, прошлую среду мы с вами говорили о возможных сделках на продажу, довольно сильная зона у нас была, это 12-я фигура. И мы видим, что у нас была протоколировка в рамках прошлой недели, та самая 12-я фигура и последующее снижение. На текущий момент мы с вами тестируем очень важную такую поддержку, довольно сильную. Вот, собственно, это можно назвать таким боковиком. То есть, мы уже в конце апреля были на этих значениях, то есть, проваливались ниже 12-я фигуры, максимальное значение 11-я фигура. То есть, за каждый евро 1 доллар 11 центов, грубо говоря. Собственно, вот эти значения мы берем за основные, за нашу цель, куда еще может упасть, укрепиться валютная пара евро-доллар. То есть, вот эта зона, где была четкая проторговка, значит, мы берем круглое значение, не вон ту шпильку, которая у нас была, а именно круглое значение. И локальный уровень получается зазор 18 пунктов. Это будет у нас основная зона, как ориентир в рамках текущей недели. То есть, зона, докуда продавать, например. То есть, с текущих значений это составляет порядка 60 пунктов потенциальной прибыли. Ну и, собственно, после того, как у нас нарисуется разворот, то, в принципе, можно искать какие-то возможности для лонгов. Значит, касательно остановок. Мы видим, что у нас, например, максимум-минимум предыдущей торговой сессии, они не дотягивают до 11-й фигуры. И вот эта вот, допустим, зона минимумов, она у нас четко коррелирует с минимумами текущими. Создается такой тоже диапазон, от которого можно совершать сделки внутри дня. Вот, то есть, если мы говорили в первом случае это цели недели, то это вот ориентиры дня. Значит, максимум предыдущей торговой сессии это 1.11.87. И видно, что цену назад очень-очень сильно откатили. И максимум текущей торговой сессии у нас очень хорошо коррелирует с теми значениями, которые были до вот этого всплеска. Соответственно, можно предположить, что вот в этих диапазонах выше 1.11.73, 1.11.87 стакан был довольно разряженный. И, собственно, рынок откатился туда, где на этот инструмент был спрос. Это нам дает понимание, что вот это сопротивление рабочее. Соответственно, вот эти две зоны, локальные зоны, они для торговли внутри дня. Соответственно, на границах этих зон появляются сигналы, в данном случае на продажу. То есть, у нас сегодня публикация протокола ФРС. Если цена будет держаться в районе максимума, то есть 1.11.70, плюс-минус 5 пунктов, вверх можно побольше, 15 пунктов, то я считаю, что очень даже целесообразно продавать с целью номер один. Это первый диапазон минимум текущей, предыдущей торговой сессии. И целью номер два – это те самые минимумы, которые у нас были в апреле. Грубо говоря, 11 фигура. Ну, а дальше уже посмотрим. Дальше. Если говорить о покупках на этом инструменте, то хорошим ориентиром, хорошей стратегией будет все-таки подождать, когда у нас протестируется вот этот, ну, еще раз произойдет тест минимум в предыдущей торговой сессии. В этом случае можно покупать средним объемом. Ну, и, собственно, последний вариант – это купить прямо с текущих, потому что, ну, условно говоря, у нас до мини в предыдущей торговой сессии у нас, по сути, это консолидация, 26 пунктов. Соответственно, сработать на пробой, то есть что цена резко пробьет вплоть до 12 фигуры, то есть до значения 1.12.00. Это слабый сигнал. То есть, смотрите, у нас все подборки сигналов. Самый сильный сигнал будет генерироваться на ретесте 11 фигуры. Средние по силе сигналы торговли внутри дня – это покупки от 1.11.50, продажи от 1.11.70. И такие тестовые, спекулятивные покупки у нас прямо сейчас по рынку, можно сработать на пробой. И вот такая стратегия по валютной паре евро-доллар. Драйверы в рамках недели, которые могут произойти, значит, сегодня публикация протоколов ФРС, завтра публикация протоколов Центробанка Европы. Слабое влияние, но вдруг продавит. Далее валютная пара фунт-доллар. Мы с вами говорили о возможном восходящее движение. Не произошло, как видите, разметка со среды прошлой недели. У нас была очень коротенькая остановочка, ну и, собственно, после этого мы повалились дальше. То есть, ну, если смотреть на графику, у нас очень сильное такое развитие получилось. Разрядилась вот эта вот фигура головоплечья. Ну и, собственно, сейчас это движение, я считаю, что оно исчерпало себя процентов на 70. То есть, ну, у нас рисуется новый экстремум, и говорить о каких-то серьезных сделках неприемлемо. То есть, рекомендации по этому инструменту нет торгов, фигура отработалась более чем на 70%, ну и, собственно, остается только ждать. Можно совершать какие-то спекулятивные действия, но лучше все-таки подождать в следующей неделе, когда у нас, надеюсь, появятся какие-то определенные уровни на этом инструменте. Далее валютная пара доллар-швейцарский франк демонстрирует, скажем так, опережает слегка инструмент в своей динамике евро-доллар. Я всегда придерживаюсь того, что доллар-франк – это инструмент, через который диверсифицируются риски на евро-долларе. Здесь у нас все очень хорошо, прям как вот по учебникам, да, вот как мне нравится, у нас произошло накопление. И после этого, после теста границы 1.01.30, у нас произошло движение вниз. То есть, смотрите, у нас получилось накопление, накопление пробили. И сейчас у нас, вчера и сегодня у нас произошел тест, и динамика пошла дальше вниз. Соответственно, это продажи, вот продавать прямо сейчас в текущих, ну, поздновато, конечно. У нас такая красивая супер, супер шпилька, супер динамика, но работать на пробой. Работа на пробой – это минимальный объем. По ориентирам данного движения, ориентир номер один – это минимумы у нас, так, минимумы предыдущей недели, получается. Собственно, это цель номер один. И цель номер два – это паритет, вот, собственно, две таких цели. Рекомендация – минимальный спекулятивный объем сделок, чисто на тест, либо использовать как подтверждение вашим лангам на валютной паре евро-доллар. Далее, доллар-японская и иена. У нас был небольшой гэп на майских, сейчас он, по сути, еще не закрылся. Ну и, собственно, такая волна идет. Ждем закрытия, работаем по тренду. Тут прям, смотрите, как все красиво. Не надо там придумать себе воздушный замков. Вот такой вот канал. Ну и, собственно, видим, как сейчас у нас рисуется нижняя граница. На нижней границе по каналу покупаем, на верхней границе канала продаем. Вот такая стратегия. Пока ничего не поменялось на тактическом уровне. Рассматриваем оперативный уровень, выявляем зоны. Значит, максимум предыдущей торговой сессии – 110,67. Минимум предыдущей торговой сессии. Здесь у нас получается диапазон. Это 110-я фигура. И вот скопление вот этих вот минимумов, которые вот у нас шпильки вот здесь. И на открытии были шпильки. То есть зазор буквально там в 12 пунктов. Выделяем диапазон. Это наша поддержка. Далее, максимум текущей торговой сессии. Вот берем вот этот первый всплеск на азиатской торговой сессии. Вот эту шпильку. Будем считать, что там просто прошлись по лимитникам. Получается, вот этот верхний диапазон – это наше сопротивление. Рабочее сопротивление. Сейчас у нас все находится в середине диапазона. Особых каких-то сделок по этому инструменту совершать не рекомендуется. Ну, самые сильные сигналы будут возникать на границе данного канала. То есть сегодня тоже рекомендации нет торгов. Далее, сырьевой инструмент «Новозеландец». У нас показывает свою слабость по отношению к доллару США. То есть доллар здесь, скажем так, показывает свою силу, так же, как и на всех других инструментах. И дает ранние сигналы на то, что пойдет вверх. У нас сейчас психологический уровень, то есть 65-я фигура. Буквально несколько часов назад мы попытались пройти не 65-я фигура, но это не получилось. Соответственно, выделяем скопление минимумов текущей, предыдущей торговой сессии. Они у нас совпадают. По сути, это 65-я фигура. Этот уровень у нас устоял уже второй день. Еще раз повторю, генерирует ранние сигналы на покупку. Собственно, потенциал данного движения – это ориентир номер один. Это максимум предыдущей торговой сессии. Очень четко видно его. Тоже давайте выделим диапазон. Возьмем коррелирующее значение прошлой недели, локальной остановки. И вот максимум предыдущей торговой сессии. Получается, это тоже такой диапазон рабочий, наш ориентир по совершаемым сделкам. Значит, здесь все. Канадский доллар буквально через 13 минут, через одну пятнашку, у нас выйдет показатель базовый индекс торговых продаж. Считаю, что не особо сильно он может повлиять. Кстати, на предыдущей неделе прогноз отработал, как видите. Очень хорошо так вниз пошло. Значит, сейчас у нас возможность прикупить прямо в моменте. Даже я, наверное, нажму «купить». Прямо сейчас вот так сделаю спекулятивную ставку на то, что данный инструмент отрастет, доллар будет крепкий, канадец слабый. Ну, так чисто, знаете, торговля на новостях. Ну и, собственно, сделаем разметку. Значит, сейчас мы тестируем минимумы 10 мая. То есть это довольно большой промежуток времени. Ну и, собственно, в расчете на то, что мы пробьем с разгона 34 фигуру. Выделяем минимум текущей торговой сессии. Видим, что он совпадает с минимумом 10 мая. Пункт в пункт. Выделяем минимум предыдущей торговой сессии 33.95. Ну и, собственно, вот эта зона у нас будет ориентирован. Ориентирован, в которой нужно следить, отработает, не отработает. То есть покупки прямо сейчас. Далее максимум предыдущей торговой сессии. Он у нас составляет 34.30. Собственно, видно, как этот уровень хорошо коррелирует. Ну, просто брать как ориентир по целям. Цель номер один. Далее. Значит, у нас максимальное значение цены – это у нас, по сути, большой вот этот коридор консолидации. То есть вот эти все шпильки, которые у нас были, видно, что весь май цену там удерживали, не пускали наверх. Собственно, сильное сопротивление брать его за ориентир по вашим сделкам по лонгам. То есть если вы, допустим, купили на каких-то других значениях, то вот здесь стоит задуматься. А может быть, стоит прикрыть еще. Далее. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Стоит отметить еще, что все говорят про нефть, что нефть у нас есть хорошие драйверы для роста, несмотря на то, что летний период начался. Ну и, собственно, сейчас у нас здесь на тактическом уровне рисуется фигура. То есть у нас был, сейчас визуально, здесь у нас была голова о плечи. Я говорил постоянно, я же говорил, да, прям через хэштег, я же говорил. Фигура разворота, она разрядилась, все заработали. То есть у нас сложился тренд. Вот такой вот тренд, да. Прям вот он, вот такой тренд. Все пошло. Потом тренд поломался, и у нас рисуется фигура. Вот эта фигура у нас, вопрос, как она себя покажет. Фигура разворота, фигура продолжения, паттерн какой-то и так далее, да. Как произойдет все то, что там сейчас происходит. Вот перед тем, как я вошел в эфир, я слышал, как трейдеры и вы, Игорь Николаевич, обсуждали то, что происходит на этом инструменте. Ну, как видим, у нас проваливается, да. Сегодня у нас запасы сырой нефти опубликуются в 17.30. Ну, собственно, вот это может послужить драйвером в этом инструменте для, ну, мне кажется, мне кажется, что будет такая акция, купи на втором дне, на первом дне, второе дно получив подарок. То есть мы подпровалимся, лично я считаю. Я куда-нибудь вот сюда. То есть, ну, под 60, ну, нефти, фьючерсы западной Техасской нефти будут стоить менее 60-61 доллара, ближайшие, ближайшие фьючерсы. Все, Игорь Николаевич, я закончил. Я понял вас, спасибо большое. Ну, что вам хочу сказать, Михаил, мы даже знаем, кто это проваливает нефть. Это Иван Кочев проваливает нефть, он третий день топит за снижение. Так что нам суд вопроса понятен. Михаил, как, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Как идет ваша торговля в мае, уже 22 число? Сами довольны ходом процесса, финансовым результатом? Да, я доволен ходом процесса. На прошлой неделе я рассказывал, что я ориентировался на фондовом рынке, на дивидендные, ну, акции дивидендных компаний, дивидендные стратегии. Вот сейчас я прям подумаю выйти из Газпрома, потому что он очень сильно переоценен, еще раз говорю. Касательно Форекса, ну, у меня по-прежнему те же самые спекулятивные те, которые были на прошлой неделе. То есть чисто так на тест закидываю. Но самое интересное у нас происходило, происходит не летом по статистике. Вот, то есть так чисто на тест. Вот сейчас, например, на канадце я нажал купить, то есть доллар канадец купить. Понятно. Нет, я имел в виду в целом за три недели мая довольны, вы говорите, довольны, поняли вас? Да, да, результат положительный. Динамика положительная. Я понял. Михаил, как сейчас часто нажимаете кнопочки криптовалют, CFD или не нажимаете вообще? Я, знаете, по одному из направлений, я не то что нажимаю, я собираю аналитику по этому направлению, пытаясь вникнуть в этот весь процесс, ну, собственно, не пытаясь, а вник. Касательно того, что покупать биткоин или не покупать, я считаю, что это до сих пор спекулятивный инструмент, но потенциал роста у него есть. То есть сейчас, знаете, такая волна идет, то есть люди наконец-то поверили в криптовалюты, именно вот этот интерес будет толкать этот условно низколиквидный инструмент, но я имею в виду, я сравниваю, допустим, биткоины, классические валюты, да, условно этот низколиквидный инструмент интерес инвесторов будет толкать вверх. Тем более есть куча проектов, которые называются криптоадопшен, да, то есть принятие криптоиндустрии, то есть цифровизация мира, она идет полным ходом. Например, японский банк подключил криптовалюту определенную, то есть не те привычные, которые мы были, а вот прям, есть такой банк, банк есть, MUFG, японский банк, топ-5. Крупнейший, да, японский банк, да. Вот, помимо этого, из свежих новостей я слышал там Craig Wright, white paper биткоина, там что-то говорит, это я сделал. Вот недавняя такая новость появилась. Я, кстати, писал Outlook на английском языке, очень подробный обзор, вот, но, собственно, может быть, вы его когда-нибудь видите этот Outlook, или я с вами поделюсь. На текущий момент на нем работает дизайнер, чтобы из него что-то сделать читабельное, а чтобы это были не мои каракули. Я понял. Михаил, ну, а все-таки крипто, вы как бы делаете обзор, это хорошо, а вот сами торгуете или чисто аналитический интерес? А, скажем, нет, не торгую, не торгую. Я придерживаюсь инвестиционного подхода, с точки зрения инвестиций, эти инструменты, они, ну, для меня непривлекательны. Вот, я проводил эксперимент, вкладывал 100 долларов в альткоины, вот, ну, и, собственно, эти альткоины даже на текущем хайпе, на текущей волне подъема, они показывают отрицательную динамику. Вот, ну, и есть пара таких, скажем так, называется, знаете, есть политический риск, рыночный риск и операционный риск. Вот, операционный риск довольно большой по всем остальным моментам. Вот, ну, в этом фоне, скажем так, если не инвестиции, а трейдинг, то, наверное, CFD самый лучший вариант. Потому что, если идти на Binance, на Bitfinex, то вас стриганут на входе комиссии, да, то есть комиссии за то, что вы пополните фиатными деньгами. Потом вас будут стричь там за каждую сделку. Потом у них есть требования к тому, чтобы ваша криптовалюта там осталась некоторое время. То есть есть такой термин «холдить» на сленге у криптовалютов. Вот, еще там хакерские атаки. Вот и сейчас Binance, Bitfinex, пытаются там помериться, кто круче из них. И вот эти вот хакерская атака, потеряли 7 тысяч биткоинов, из-за этого заморозили все. Все это те самые операционные риски, которые мешают инвесторам работать. В этом плане CFD на криптовалюту от группы компаний FIBA очень, очень даже привлекательны. Именно для трейдинга, не для инвестиций. Я понял вас, ясненько. Спасибо, Михаил, за ответ на этот вопрос. А вы впервые в мировой истории применили сегодня термин «быковик». Это как? Блок, но немножко кверху. Ну да, да. Может, я оговорился, но хороший термин, но мне он нравится. Быковик, да. Я его теперь буду использовать, когда меня будут спрашивать. Знаете, прям 10 глупых вопросов, когда все узнают, что я финансоаналитик. Говорит, Миш, а что будет с долларом? Куда он пойдет? И я на этот ответ всегда мне ответовал, что он пойдет вправо. Вот теперь, Игорь Николаевич, я буду говорить, что там «быковик». Прекрасный термин, да. Отличный термин, друзья. Это, как и в известном анекдоте, бежевый – это зеленый, но немного красный. Точно. «Быковик» – это вправо и немного вверх. Спасибо большое, Михаил, вам за ваш обзор. Желаем вам успеха во всех ваших проектах и успешной торговли на рынке. Да успешных трейдов, коллеги. Канадец прямо сейчас начнет движение. Спасибо. Сейчас мы на это с удовольствием посмотрим. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok